Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим мясной хлебец с сыром и помидорами в мультиварке. Для его приготовления нам потребуется 600 грамм мясного фарша, 2 среднего размера помидорки, 2 луковицы, 1 крупное куриное яйцо, 160-170 грамм твердого сыра, зелень, паприка, черный перец, соль и небольшое количество растительного масла для обжарки лука. Лук мелко порежем, грамм 50 мы оставляем для того, чтобы хлебец посыпать сверху тертым сыром, остальной сыр нарезаем небольшими кубиками. Кубики должны быть совсем небольшие, примерно вот так. Зелень помыли и тоже мелко порежем. Помидорки порежем кругляшками. Теперь нам необходимо обжарить лук. Наливаем совсем небольшое количество растительного масла. Выбираем режим жарка овощи. И как только мультиварка нагреется, опустим обжаривать лук. Мультиварка нагрелась. Обжариваем лук. Прошло 5 минут. Отключаем режим жарка. Лук перекладываем в тарелочку и дадим ему немного остыть. В мясной фарш добавляем зелень. Нарезанный кубиками сыр. Чайную ложку паприки без горки. Паприка придаст приятный цвет готовому блюду. Пол чайной ложки черного перца. Чайную ложку с горкой соли. Одно яйцо. Яйцо я взяла отборное. При желании можно использовать еще приправу для мяса. И хорошо все вымешиваем. В конце добавим лук, когда он чуть остынет. Добавим лук. И еще раз хорошо все перемешаем. Вот такой фарш у меня получился. Чашу мультиварки смазываем сливочным маслом. Чаша горячая, поэтому масло уже растопилось. Я смазываю с помощью кисточки. Выкладываем фарш. Единой массой. Хлебец сверху смазываем столовой ложкой кетчупа. Столовая ложка, может чуть больше. Тонким слоем. Теперь выкладываем томаты. Можно внахлёст друг на друга. Сверху посыпаем тертым сыром. Закрываем крышку. Выбираем режим выпечка. 50 минут. Старт. Прошло 50 минут. Посмотрим, что у нас получилось. Оставляем на 15 минут, чтобы хлебец остыл. Прошло 15 минут. Жидкость лишняя у нас все-таки осталась. Ее необходимо слить. Придерживая хлебец, лишнюю жидкость сливаем. Хлебец можно достать с помощью корзины пароварки. Или просто наклонив чашу на бок. Вот таким образом. Давайте посмотрим, как хлебец выглядит в разрезе. Вот так хлебец выглядит в разрезе. Мы здесь видим и зелень, и сыр, и помидоры. Лучше всего мясной хлебец сочетается с картофельным пюре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Приятного аппетита! И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok